В Китае впервые в истории на должность генерального директора назначили робота с искусственным интеллектом. Китайская компания NetDragon WebSoft назначила искусственный интеллект на должность генерального директора. Тань Юй – виртуальный человекоподобный робот на основе искусственного интеллекта. Теперь он будет исполнять обязанности генерального директора в компании NetDragon WebSoft, которая разрабатывает и управляет многопользовательским онлайн-играми и создает мобильные приложения. Как генеральный директор Тань Юй будет возглавлять организационный отдел и эффективность компании? Робот будет отвечать за наблюдения за операциями в популярной китайской игровой и метавселенной компании? Мы верим, что искусственный интеллект – это будущее корпоративного управления и наше назначение Тань Юй свидетельствует о нашем обязательстве по-настоящему принять использование искусственного интеллекта для трансформации способов ведения нашего бизнеса и, наконец, стимулировать наш будущий стратегический рост. Так говорит директор, руководитель, вернее, Дзянь Лю – руководитель этой компании. Но, однако же, теперь искусственный интеллект. Пока искусственный интеллект, вероятно, будет выполнять какие-то определенные функции на определенном участке, о чем он это и сказал. Но, друзья, это все больше и больше входит в нашу с вами жизнь. И искусственный интеллект, он гораздо лучше сегодня для управления, потому что у него нет ни лево, ни право, у него есть прямо, у него нет черного и белого, у него есть серое. То есть, как ему запрограммировали, программу вложили в голову, и эти программы начинают работать. И, соответственно, общение его будет с живыми людьми, с персонажами. Но они же общаются через компьютеры, потому что это же компьютер-шники, айтишники это. И, соответственно, он будет ими управлять так, как задано программой. Ни влево, ни вправо. Болезни, ваши экскьюзы, ваше непонимание здесь не принимается, друзья. Вот такая ситуация сегодня на рынке айти-программ. Но если бы только это так, друзья, только айти-программа, на самом деле, это входит уже в нашу с вами жизнь. И не просто так, потому что благодаря искусственному интеллекту в Украине установили личности 400 оккупантов. Вот как это работает. То есть личности установили, а дальше будут их запоминать компьютер и уже выявлять на улицах этих людей. Да оно уже везде у нас присутствует. Я вам хочу сказать, что в деревне, где я проживала, там на улицах, везде на домах тоже камеры установлены. Такая дорогая деревня для всяких принцев-чарльзов и других. И там эти камеры, они как раз не просто следят за населением, а населению это хорошо. Потому что они не хотят подвергаться каким-то криминальным разборкам, вещам на своей территории. Поэтому там все выверено. И там искусственный интеллект и участвует уже очень давно в жизни. То есть любой человек с криминальным лицом, который появляется в этой деревне, он, конечно, друзья, обязательно будет пойман. Потому что они, криминальные люди, есть в базе. База вбита в программу искусственного интеллекта слежения за людьми в этом месте. Конечно, это не сразу так вот догадались, люди это сделали, а просто один из случаев, который случился в этой деревне, самая дорогая деревня в мире, который случился в этой деревне, этот случай, конечно, навел органы порядки на мысль, чтобы как раз внедрить систему распознавания лиц, криминальных людей на улицах этой маленькой деревни. Теперь это работает, это работает очень хорошо, и лишним людям туда не советуют появляться, людям, которые с криминальным прошлым. Потому что все базы, буквально все, они вбиты туда, в базу швейцарскую. Вам кажется, что это миллионы и миллиарды людей? Миллионы-то это точно, друзья, миллионы. Но для того и существует такая быстрая программа искусственного интеллекта. Кстати, швейцарские компании, в основном компания телеком, это самая мощная компания в мире. И для нее не существует таких проблем, как какая-то вдруг заковырка в распознавании лиц или в обработке данных. Данных, которые, в общем-то, присутствуют в криминальной системе, которая и сохранена, если вам кажется, что где-то кого-то не могут поймать, то здесь ловят всех. Всех ловят, потому что они есть, они распознаются по лицам, они вбиты в базу. Тем более то, что касается России, Украины, это все будет действовать сейчас мгновенно и моментально. Ну, такая ситуация, друзья. Но так себя охраняют глобалисты. Они охраняют себя таким образом, чтобы никто не добрался до них. Потому что, если даже не сами глобалисты, ну, такие, как, скажем, князь Монако, такие, как Кинг Карл Третий, Да, они бывают, они бывают в таких местах, и вот там, где они бывают, то их необходимо охранять. Поэтому те, кто зверствовал в Украине, те лица, они все записаны. Ведь вы понимаете, что там был эксперимент, даже не эксперимент, просто провели операцию. И все это записывалось через дроны, все записывалось сверху с воздуха. А дроны летали везде. И всех этих людей записали на дроны, и они все есть в базе. Именно поэтому это все будет вот как раз обрабатываться искусственным интеллектом. Но преуспел ли здесь Китай, или еще какие-то страны, друзья? Я думаю, давайте мы с вами разберемся, а кто лучший в создании искусственного интеллекта? На ваш взгляд, кто? Я вот, допустим, пока не знаю, кто лучший. Я знаю, что Китай создает искусственный интеллект, но Япония, конечно, мы это можем просто так, знаете, по наитию сказать, Япония лучшая, потому что у Японии, ну, всегда были такие разработки самыми лучшими. Были у кого? У японцев. Ну, может быть, здесь и Китай вышел на поверхность уже. Но как раз вот эти машины искусственного интеллекта по розыску, они были даны, внедрены, подарены украинскому правительству для розыска. Но это не значит, что в целях заступничества или справедливости в отношении украинского народа. Нет, просто это необходимо для самой Европы, чтобы в Европу не попали те люди, которые наиболее, скажем, вели себя неадекватно. Потому что то, что вели себя неадекватно, это понятно. И вот эти люди с неадекватным менталитетом, они не должны никуда поехать дальше. Ни в Европу, ни в Америку, ни в другие страны. Так что сегодня уже Украина ищет аккаунты убитых даже оккупантов Российской Федерации благодаря искусственному интеллекту. Это такие заголовки выходят в газетах. Вы понимаете, что насколько продвинулась менталитет, во-первых, сразу меняется. То есть вы еще не могли себе представить какое-то время назад, что это возможно. А сегодня менталитет настолько меняется, что вы понимаете, что это как дважды два, что это возможно. А сколько еще таких областей, где все это возможно, но вы все еще думаете, что это невозможно. Вот так развитие происходит, расширение менталитета, а соответственно расширение нашего сознания, а соответственно наши мысли, наша голова будет работать совершенно по-другому. Желаю вам хорошего дня. Помогайте каналу. Я Таня Карацова, Сиидбургхан. Не забывайте помогать каналу, друзья. Ваша помощь меня мотивирует. Я очень радуюсь, когда вижу, что мне помогли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!